Всем привет! Тут за бой проголосовали, не очень хороший. Ну вы играете такие странные бои. Если вы все еще недовольны, как и я, выбором боя, то следующий турнир дайте себе слово, что пойдете проголосуете за действительно интересный бой, а не за Ухамеда Усмана и джуниора, блядь, тафу. Просто, ну ладно, нравится, ешьте. Меня зовут Арсений, со мной Роман, Рома, привет. Да, вот такое вот предисловие, предисловие выдалось. Дело в том, что да, у нас запускается каждую неделю в воскресенье голосовалка. Вы влияете на контент, который уходит на канале, ну частично, да, естественно. И в голосовании были другие варианты. На мой взгляд, два из них как минимум более интересные. Но в голосовании побеждает именно вот этот поединок, причем с большим отрывом. Ребятки, ну как бы вы влияете в ваше дело, естественно. Тот поединок, который побеждает, его мы и разбираем. И я призываю в дальнейшем, да, каждую неделю, в воскресенье вечером заходите. Прямо здесь, на Ютубе, вот опять же, мне даже в личку писали, где голосование. Я каждый ролик говорю, ребятки, прямо здесь, на Ютубе, нигде там, ни ВКонтакте, ни в Телеге. Вот прямо здесь, здесь раздел сообщества называется. В него переходите, голосовалочка. Да, если вашего вариантика нет, пишите в комментариях. Ну и спасибо всем, кто активен, кто голосует. Хоть и за Мухаммеда Усмана, но все равно спасибо, что вы активны. Да, ну, бой, конечно, не лишен интриги. Но качество его вызывает вопрос, конечно. Начнем с того, что это при Лиме, да? Что здесь, как бы, ну, надо ли говорить, что для Усмана выбрали очередного соперника. Ну, вот, я не знаю, надо это говорить, или не надо, что Кэфе один по равному. Но я все-таки скажу, для Усмана выбрали очередного, очередного человека, которого он должен пройти, да? Так было всегда, но однажды апрельским вечером восемнадцатого года он взял и не потянул Дон Тейла Мэйса. А потом, майским вечером, Бэндон Цейлс его так отпиздил, блядь. И еще задушил, мама родная не узнала. И вот Бэндон Цейл, типа, ну ладно, Дон Тейл Мэйс, там высокий, может быть там. Но Бэндон Цейлс, ну, не могу сказать, что это было, ну, прям совсем неожиданно, потому что, по-моему, мы даже на него тогда ставили. Но дело в том, что, как бы оценивают, ну, фанаты, Усман, и каким он является бойцом, на самом деле, это две большие разницы, да? И то, что он зацепил Дага Паугу, ну, да, окей, попал, хорошо, срубил, красиво, мощно. Он сам испугался, на самом деле, победы, он думал, что все, потихоньку, значит, будет слита катка. А потом, оп, оп, и все, готово, да? Ну, что сказать, большой бык, мощный, да, может бороться, борется плохо, фиксирует соперника плохо, дышит плохо, стойка не очень. Отдает ноги, пропускает боковые, ну, то есть, там, в принципе, ну, момент очень много. Ну, панч вот присутствует, конечно, мы это все уже увидели, да? Вот, все может предложить друг друга тапа, но, по сути, только стойку. Да, то есть, поэтому, собственно, его и выбрали, да, чтобы он мог что-то одно предложить. И, по идее, Дага Пауга, конечно, был намного более опасен, то есть, он мог передышать, он мог перестрелять, он мог не дать бороться, да, такой неудобный соперник. Здесь же, как бы, путь для Усмана намного ярче, вы, ну, подсвечен, да, говорит, Борис со мной, но, опять же, хватит ли у него кардио, хватит ли у него мощи, хватит ли у него мозгов, да, не врубанить, не заходить в рубки и так далее. Ну, Джуньор Тафа будет поменьше, да, то есть, тоже, поменьше же, да, он будет. Сопоставимые габариты по росту даже на пару сантиметров больше. А, ну, если по росту они одинаковые, тогда, ну, собственно, только в ширине, наверное, в Усмам будет уснимать немного, точнее, наоборот, больше одеть, да, вот, ну, и это не так важно. Самое главное, что у Тафа были плохие соперники, которые не могли ему, по сути, ничего предложить. У него был фумаист, да, и было пару ударников, собственно, которых он неплохо так прикончил, да, но, опять же, парни с рекордом 4-3, 15-12, я не знаю, заслуживает ли внимания к себе. Ну, мне кажется, что по таким кэпам, учитывая, как бы, матчмейкинг, учитывая того, что, ну, как бы, что Усмана виспокон веков ведут, ну, можно, можно попробовать в очередной раз Усмана. Ну, я бы здесь, наверное, все-таки досрочку, что ли, наверное, залез бы, знаете, потому что, ну, Усман, конечно, если выигрывает, и у него получается бороться, он вряд ли, там, кого-то сможет досрочить, но, по идее, уровень грэпплинга Тафы, он оставляет настолько большие вопросы, что не исключено, что он сам уже после двух раундов будет никакой. Ром, как ты считаешь, бой пройдет? Знаешь, есть опасения, что после одного раунда, и я это не просто так говорю, я нашел его поединки у себя на родине, да, и вот, вот в 22-м году, друзья мои, в 22-м, он дрался с таким джентльменом, как Келвин Фитал. Фекал. Он не смог нокаутировать соперника быстро, и он пропустил тейкдаун, и после того, как он встал, я понимаю, что он умер. А только еще был конец первого раунда, а он умер, все, понимаешь? Он просто открыл рот, он опустил руки, то есть он уже не может держать руки высоко, он просто размашисто пытается рубить оппонента. Кое-как до второго дошли, во втором его опять борят, он там правдами-неправдами встается, соперник возрастной, тоже сдох. Там такой цирк был, и знаете, в чем прикол? Этот соперник во втором его чуть не убил, он прям его потряс, начал забивать, и просто там, просто каким-то чудом, да, Тафа его рубанул в итоге в корпус. Это был трэш, это просто трэш. И, ну, типа, я не знаю, ну, после этого Тафа, в моем понимании, конечно, не совсем заслуживает того, чтобы он вообще в UFC попадал, в принципе, да. Хотя, опять же, ну, наверное, стоит, да, отметил какие-то сильные стороны, это тяжелейший панч, это то, что он здоровый, да, он высокий, он все время 120 делает килограмм, он такой чел, ну, природно большой, он выходит, навязывает рубку, да, идет, просто жестко рубится. Защиты от тейкдаунов ее почти что нету. И вот бой назад в Брейве, вот он выиграл на второй минуте, там, ему дали соперника, чтобы вы понимали, вот посмотрите на его лицо, я вам сейчас открыл его лицо на экране. Ему 41 год. Там просто бедный дед вышел, и этот дед его перевел, поконтролировал, да, и Тафа из-под него выбрался и сумел нокаутировать. Но это уже все очень печально, понимаешь, это уже все очень плохо. Короче говоря, ну, в целом, в любом случае, это чистый ударник с отсутствием борьбы, с очень плохим кардио, который, кстати, в Глори выступал, его и в Глори два раза досрочили, если я не ошибаюсь. То есть, его можно самого пробить, его и в Глори досрочили, его в ММА потрясали, его всякие деды переводили, и у человека довольно посредственное кардио. Он еще абсолютно зеленый, да, абсолютно сырой боец, но, опять же, опасный. Давайте будем, да, честно, это тяжелый вес, здесь каждый может выйти ударить, Тафа реально нокаутер, он реально тяжело бьющий, он здоровенный. Собственно, что касается Усмана, по нему я что могу сказать? Очень верно, ты заметил, сенатор, ему всю карьеру подбирают соперников, всю карьеру, от и до. И периодически он еще и не может их пройти, кому его, кого подбирают, да. Но сейчас, я отмечал это уже в подкасте, когда вот про финал Тафа мы разговаривали, я отмечал, что сейчас Усман, он считает себя суперхитрым, да. Он выходит, встает в центр и просто стоит, просто стоит. Он не тратит свою кардио, он не идет бороться, вы не думайте, что он потратит свою кардио очень быстро, да. Он просто стоит, и таким образом он способен три раунда отстоять. И даже я не могу сказать, что сильно устанет при этом. Вот, я предполагаю, что Тафа ему не даст стоять, потому что Тафа это не такой боец. Это не тот, знаешь, который вокруг кружит и перестреливает. Это боец, который вперед идет. Если он будет идти на Мухаммеда Усмана, либо они зарубятся, и кто-то попадет. А Усмана мы знаем, панч тоже ого-го. И я хочу сказать, что Усман более опытный все-таки боец. И все-таки у него лучший уровень оппозиции. И хочу заметить, что Усман, на мой взгляд, если на него пойдут, он, скорее всего, просто сделает перевод. А вот что уже будет в партере, это уж другой вопрос, да. Сколько времени Джуниор Тафа выживет, сколько у них кардио останется после этого. И как бы это ни парадоксально звучало, мне кажется, что у Усмана больше останется кардио из того, что я видел по Джуниору Тафе. Поэтому здесь, безусловно, знаешь, ни какое-то там ни ЖБ, ни во что вгружаться не советуем. Но, опять же, по равным кэфам... Так, сейчас... Вот я коэффициенты открыл, да. Вот Усман у нас идет 1.95, двушка. Ну, то есть, он в большинстве контор даже еще небольшим андердогом идет. Ну, как бы, мне кажется, что здесь скорее в сторону Усмана стоит смотреть. Но если у вас сейчас на руках ваша вырезанная почка, то все-таки, наверное, приберегите ее на другой бой. А лучше засуньте обратно, и не надо вообще большие ставки ни на что делать. Ну, я здесь за Усмана. Да? Пишите свое мнение в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Я знаю, вы забываете. Вы не ставите лайк. А надо поддерживать любимый канал. Так что ставим, не жадничаем. Отставить жадность. Все, пишем комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!